Всем привет! Вы на канале Семейка Лайф. И меня сегодня осенило, что я хочу снять влог. До этого думала, не буду снимать, буду делать чисто вот эти вот поделки, там вот эти вот мастер-классы снимать. Но что-то мне скучно. Мало очень просмотров. И вообще я хочу, ну как хочу, не хочу, начала худеть. Да, это уже не первый раз, когда я на своем канале начинаю худеть. Но думала, похудею, потом уже буду снимать и говорить об этом. Но хочу, чтобы вы меня чуть-чуть поддержали. Запустила я себя, конечно, конкретно. За эти полгода, пока я толком не снимала видео, ну, чё, так сказать, наверное, ну, сначала лета я толком не снимала видео, потому что там на работу устроилась, там где дом, где огород, где дети, всё некогда. И, не знаю, не было такого вот прям желания снимать. И, в итоге, ну, не от того, что я не снимала видео, я себе запустила. В общем, у меня сейчас вес, даже стыдно об этом говорить, 100 килограмм. Вот. На протяжении, наверное, ну, могу сказать, новогодние вот эти вот праздники, каникулы. Вот они ещё поддали жару. В общем, ладно. Будем считать изначальный вес мой 100. На данное время я начала придерживаться. ПП, диеты я не признаю. Вот эти вот всякие голодания я тоже не люблю. Я придерживаюсь того, что исключила сахар. Ну, это, естественно, мучное. Вот. И сейчас заказала на озоне псиллиум. Чио, семена чиа, кажется. Сейчас точно скажу. Вот. Семена чиа. Вот. И сейчас ужин заменяю именно семенами. На стакан молока размешиваю 2 чайные ложки этих семян. И у меня прекрасный ужин. Вот. Сейчас буду варить пловик, наверное. Дети сейчас придут со школы. Их, кстати, с понедельника на дистант. Восьмой класс отправляют. Вот. А Ксюха у нас заболела. Опять. Мы до этого болели, получается. С ноября. Мы почти весь ноябрь с промежутками болели. Все вместе. Ну, кроме папы нашего. Что-то его ничего не берет. Вот. И декабрь мы тоже болели. Январь мы так более-менее продержались. Выдержали. И вот сейчас опять начинаем болеть. Так это не хочется. Ладно. Сейчас придут уже скоро дети со школы. Вот. Надо кушать готовить. Так, в принципе, что вам еще рассказать? Если вспомню, еще что-нибудь расскажу. А, я-то что начала говорить-то? Изначальный вес мой 100. Сижу я на правильном питании уже четвертый день. И у меня полтора килограмма минус. Вот здесь, видите? Вот они все мои килограммы. Даже снимать не хочется. Но буду вести дневник. Сейчас еще, не знаю, в планах. Не, наверное, не буду говорить. Когда все существится, тогда буду, чтобы не было так, что я говорю зазря. Ладно, все. Давайте. Так, Ксюха сейчас попросила кашу сварить. И вот такой вот каши у меня есть. Надо ее просто довести до кипения. Я сейчас вот насыпала. Сейчас залью водичкой. Доведу до кипения, чтобы вода выкипела. Посолю, посахарю и добавлю молока. И еще раз прокипячу. И будет вкусная кашка. Так, вот кашка начинает кипеть. Я заливаю ее молоком. Я уже посолила, посахарила. И вот сейчас залью молочком. И она будет еще кипеть. И тогда будет очень вкусная кашка. Так, ну все, кашка у меня готова. Сейчас уже Настя пришла со школы. Тоже захотела эту кашку. Вот такая вот быстрая кашка получилась. Я продолжаю делать пловик. Так, пловик я буду делать из куриной грудки. Вот разложила и по кусочкам здесь бедрышки, ножки, крылышки. Вот это будет потом. А на плов будет грудка. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мясо я всегда кидаю первым, обжариваю его, не солю, пока не перчу. Вот оно обжарится со всех сторон, запечатается, и внутри мяса будет сок. От этого мяса, так как это грудка куриная, она всегда получается сухая, а из-за того, что я обжариваю его первым, и оно остается сочным. Вот, сейчас оно поджарится, вода выкипит, поджарится, и буду добавлять лук и морковку. Так, лук с морковкой я подготовила, мясо там уже поджарилось. Сейчас все закину и буду тушить. Так, ну все, сейчас все поперемешала, делаем тише газ, накрываем крышкой и тушим. Так, добавляю я 2 стакана риса. Обязательно я его промываю, прям раз 5, чтобы промыть до прозрачной воды. Я его промываю, заливаю водой, и пока у меня курица тушится, она у меня стоит. Вот я его промыла, сейчас оставляю, и пусть набухает. Он тогда быстрее варится. Так, у меня есть вот такая вот приправа, я ее делала сама. Здесь сушеный чеснок, соль, зелень. Вот сейчас добавлю ложечку, еще чуть-чуть подсолю, так как здесь мало соли. И потом буду засыпать рис и заливать водичкой. Вот так вот я распределяю. И если у меня 2 стакана риса, значит 4 стакана воды. Так, самый лучший салатик для меня это морковка и капуста. Нашинковала и заправила соевым соусом. И хорошенько пожамкала. Вот такой вот салатик у нас будет сегодня к пловику. Так, коротко хотела снять нашу погоду. Смотрите, у нас с крыши все течет, уже третий день. Вчера вообще было плюс 6. Сегодня вроде бы плюс 3. Но уже, не знаю, снег вот. Снега было очень много. Все тает, все в воде. Вчера на машине ездила в магазин. Думала, не доеду до дома. Везде машина буксует. В общем, трэш у нас. У нас никогда такой зимы не было. Ужас. Сегодня у нас 4 февраля вроде бы. Так, сейчас хочу рассказать, как я набрала эти килограммы. У меня год назад было 90 килограмм. Вот за этот год я даже за полгода, наверное, набрала около 10 килограмм. Это было из-за того, что для меня самое главное не есть вечером. И я могу весь день питаться правильно, придерживаться. Но вечером на меня нападает жор. Особенно тогда, когда дети перед сном хотят что-нибудь перекусить, пойти попить чай. Меня зовут с собой. И здесь наступает обжор. Сейчас я после 6 уже не ем. Для меня это уже прогресс. Из-за этого даже и вес начал сбавляться. Надо наладить режим сна. Но, не знаю, для меня это очень тяжело. Потому что даже если я лягу в 12, нормально люди ложатся в 10, я ложусь в 12 и часов до 2, до 3 я уснуть не могу. Из-за этого сижу в телефоне, смотрю видосики. И тогда уже около 3 можно спокойно уснуть. Говорят, что наладить режим сна, это тоже будет в плюсе к похудению. Но, не знаю, у меня это пока очень трудно получается. Вот у нас потолок, видите, до сих пор еще такой. Какие у нас изменения вообще по дому произошли? В принципе, никаких. Мы начали делать ремонт в ванной, в туалете, в ванной. Тоже обшили вот так вот стены ОСБ. Ну и все. И пока наш ремонт остановился. Сейчас до зарплаты. Ждем денежку. И тогда уже будем делать дальше ремонт. Пока вам показывать не буду. Думаю, выпущу это отдельным роликом. Как мы это все делали. Вот. И тогда уже посмотрите. Так. В планах у меня еще на кухню переклеить обои. Вот здесь вот еще нормальные. А вот в том углу сейчас покажу. Вот. А в том углу у нас получается вот так вот. Вот здесь еще нормальные обои. И так как мне их не хватило, мне пришлось докупать вот эти вот светлые. Где дверь. Я специально это все ободрала. Потому что буду вот эту вот, вот эту сторону. И вот эту буду переклеивать. Вот. Не знаю, что у меня вообще не лежит душа сейчас. И то ли некогда, то ли еще. Не знаю. Хочется уже поклеить. Но то готовка, то уборка. Ну, как всегда. Может быть на днях. Напишите в комментариях. Подбодрите меня, чтобы я начала этот ремонт. Ну, он небольшой, конечно. Вот здесь вот чуть-чуть. И здесь поклею. Мне нужна ваша поддержка. Пишите в комментариях. Так как я сейчас занялась вот этими вот светильниками, резиночками. Кто не видел видео, посмотрите другие. Ниже ролики. Вот. И сейчас у меня как-то в приоритете сделать все дела. Убраться, постираться, приготовить, кушать. И садиться за свое любимое дело. Вот. Кто не видел, что я творю. Сейчас так мельком покажу. А кому интересно, посмотрите видео, как я это делала. Так. Вот мое место. Мой беспорядок. Вот так вот я работаю. Вот здесь начала уже новые делать розочки. Вот. А вот этот вот светильник. Я в прошлом видео показывала его, когда распаковывала посылку. Вот так мельком. Это тоже светильник. Вот такая вот корзинка. Сейчас покажу, как он светится. Вот так вот он светится. Прям классный. Я так его люблю. Я его делала не на заказ, а так просто. Хочу сделать... Ну, так чисто по нашему городу. В группы кину. Хочу сделать лотерейку, чтобы его продать. Ну, как продать. Разыграть. Вот. Кто спитровала, пишите в комментариях, хотите ли вы принять участие. Так, а вот мои резиночки. Вот так вот я их упаковала. Это уже на продажу. Не знаю, сейчас я хочу вот этим заниматься. Так, ну всё, обед готов. Вот здесь я себе наложила. Здесь получается, что... Немного риса. Больше я добавила салата. Не знаю, съем, не съем. Постараюсь много не есть. Что-то я, мне кажется, много себе наложила. Ладно. Так, сейчас измерила температуру к тюхе. 39. Дала нурофен. Обтерла её тряпочкой холодной. Ну, с холодной водой. И сейчас посмотрю, если будет выше подниматься. Буду вызывать скорую. Капец. У нас недавно, наверное, что, получается, дней пять назад у Насти такая же ерунда была. Тоже ни соплей, ни кашля. Горло чуть-чуть подбаливало. Вот. И температура была 39,4. Я дала ей нуравь... Этот... Парацетамол. Ацетилку. И она пропотела. И всё. Температуру сбили. И больше она не поднималась. Не знаю, что это такое. То ли вот это вот правда омикрон. Этот дурацкий. Дети прям поголовно все болеют. У меня у подружки вчера тоже, у пацана было почти под 40. Температура тоже скорую вызывали. В общем, не знаю. Будем лечиться. Посмотрим, что будет дальше. Но Ксюха жалуется на горло. Вчера она жаловалась, что горло болит. И вот сегодня с утра. Вот так вот. Если что, ещё раз включусь. Расскажу вам. Так, ну что, температура у Ксюхи 38. Чуть-чуть сбилась. Что-то я так переживала. Уже думала скорую вызывать. Вот. Я же самой бабушка заболела. Как бы самой не заболеть. Полежать, пойти. Сейчас противовирусное, наверное, дам. Ей, себе, старшим. Я с головой что-нибудь выпью. Походу, я переживала.